В эфире программа «Новая школа» в студии Арина Смолякова. Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить о том, как внедрение инновационных технологий влияет на процесс образования. Все заметили, что современная школа уже не такая, как была всего-навсего 10 лет назад. Современные технологии очень изменили облик школы. О том, какие проблемы возникают в связи с внедрением современных информационных технологий, как они помогают в процессе обучения, как они влияют на школьников и на учителей, и какой школа будет в ближайшем будущем, нам расскажет сегодня заместитель генерального директора Фонда содействия малых форм предприятий в научно-технической сфере Павел Гудков. Здравствуйте! Павел, первый вопрос, который я вам задам. Как вы считаете, как меняют инновационные технологии, которые сейчас внедряются в сфере образования, как они меняют сам процесс образования? Вы знаете, дело в том, что инновационные технологии, они настолько стремительно меняют всю нашу жизнь и проникают во все сферы нашей жизни, а не только в школу, не только в образование, что сама школа становится скорее таким заложником всех этих перемен. То есть школа не может отградиться от тех изменений, которые есть в действительности, и должна готовить учащихся, которые живут в этом мире и которые могут и пользоваться теми устройствами, теми инновациями, которые есть сейчас, и смогут дальше в течение всей своей жизни обучаться каким-то новым технологиям, новым явлениям, использовать новые устройства. Поэтому скорее изменение школы является следствием преобразования всей окружающей нашей действительности. Образование – это вообще консервативный такой процесс, да, консервативная система сама по себе. Вот насколько она успевает за развитием современной техники, за потребностями, которые появляются? Успевает ли она подстроиться? Это очень непростой вопрос. С одной стороны, конечно, технически многие школы, и особенно школы крупных городов, школы того же города Москвы, они оснащены достаточно хорошо. И современная техника поступает туда регулярно, много компьютеров, ноутбуков, интерактивных досок и всего другого оборудования, если брать сферу информационных технологий и другие инновации, там, энергосберегающие технологии, также активно внедряются. Но дело, конечно, этим не должно ограничиваться, поскольку тот консерватизм, о котором вы говорите, скорее касается самого учебного процесса. И плохо ли это или хорошо – еще большой вопрос. Возможно, это и хорошо, потому что сами основы педагогики, основы учебного процесса, как они сложились несколько веков назад, с времен Яна Амаса Каменского, они, в общем-то, и не сильно меняются. И поэтому здесь вот скорее такой наиболее интересный вопрос, куда мы придем в будущем. То есть, с одной стороны, конечно, технические устройства сейчас где-то улучшают учебный процесс, а где-то, может быть, даже и ухудшают. С другой стороны, интересно, в какой момент произойдет переход, если он произойдет от такой классической классно-урочной системы, существующей каким-то новым формам, и этот переход будет повсеместным. Вот это будет тогда по-настоящему трансформация школы, и это будет наиболее сложный процесс с точки зрения внедрения инноваций в образование. Вот вы сказали, ухудшают. Как они могут ухудшать? Вообще возникают какие-то проблемы с внедрением новых технологий в школах и в учебных заведениях? Ну, вы знаете, в принципе, внедрение любых новинок на каком-то этапе повышает мотивацию учащихся. И когда ставились различные педагогические эксперименты, когда и в советское время появлялись разного рода современные технические устройства, то, как правило, успеваемость детей на какое-то время повышалась. Но потом, когда эта инновация является обыденной, все, в общем-то, возвращается примерно вот на свои русла. То есть если, например, представить, что сейчас компьютеры уже там повсеместные, и разного рода электронные образовательные ресурсы на них общедоступны, то само по себе их наличие, оно не повышает мотивацию к обучению. А скорее вообще некоторый такой быстро меняющийся мир, он, к сожалению, иногда мотивацию к обучению снижает. И здесь поэтому вопрос сложный психологический и педагогический, именно скорее мотивации учащихся к обучению, к познанию нового. Сейчас фонд, который я представляю, занимается реализацией концепции, проработкой концепции современной школы. Совместно с коллегами из других институтов развития, совместно с Миноборнаукой, Минэкономразвития, проработала ряд концепций о том, как должна такая современная школа выглядеть, как должны школы проектироваться, модернизироваться, оснащаться. И в процессе этой работы мы пришли к двум выводам. Первый вывод – это, конечно, что нужно стимулировать разработки отечественных разработчиков по оснащению, по оборудованию школ, поскольку, наверное, большинство каких-то интересных разработок, которые сейчас есть на рынке, они из зарубежного производства. И второй вывод – это о необходимости, может быть, даже создания каких-то центров по апробации тех инноваций, которые появляются в нашей жизни и врываются в школу, по их апробации, по использованию в учебном процессе. Каким образом их использовать, чтобы они, как минимум, были не вредны, а желательно, чтобы были полезны. И это, конечно, отдельная такая психолого-педагогическая задача. В Департаменте образования города Москвы рассказали об итогах и участниках конкурса на получение грантов правительства Москвы на создание электронных учебников. В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя Департамента образования города Москвы, Вениамин Каганов, директор учебно-методического центра по информационно-аналитической работе Александр Осин, а также разработчики электронного учебника и учителя московских школ. Сегодня наша очередная встреча посвящена вопросам создания электронных учебников. Под электронным учебником каждый понимает свое. Устоявшегося определения еще нет. Мы под электронным учебником понимаем программный комплекс, который имеет содержательную информацию, связанную с информацией, которая есть в полиграфических учебниках, как правило, но помимо этого масса других возможностей, в виде различного рода электронных ресурсов, которые либо раскрывают ту или иную тему, либо позволяют в виртуальном режиме освоить те или иные навыки. Что такое электронный учебник и чем нам плохо полиграфический? Ну, первое, что всем, конечно, очевидно, книжный текст превращается в электронный текст, но не просто в электронный текст, а в так называемый гипертекст. Это значит, что я могу любую навигацию в учебнике использовать, очень быстро находить необходимые фрагменты, и если у меня есть терминология, мне непонятно, я ткнул мышкой или там другим способом, и у меня этот термин раскрывается. Таких возможностей у обычного учебника нет, но это самое простое. Дальше. У обычного учебника есть иллюстрации, вы знаете, это какое-то ограниченное количество рисунков, картин, фотографий. Иллюстрации превращаются в гипермиде. Что это означает? Это означает, что, а, у меня практически необозримый простор для использования иллюстраций, как по количеству, так и по качеству. В электронном учебнике можно использовать динамические иллюстрации, звук, видео, анимации. Электронный учебник – это контент, а не устройство. У контента свои инновационные качества, у устройства свои. Первый образовательный Елена Рипс. Будьте добры, значение любого события так или иначе определяется значением последствий. Электронный учебник, электронный контент – это, безусловно, события. Скажите, пожалуйста, каких последствий вы ждете от внедрения этих технологий? Ну, обращаюсь к людям, выросшим на бумажных носителях, собственно, как и я. Спасибо. Ну, каждый день я встречаюсь с детьми, и на своих уроках вижу планшеты на уроках. Я учитель химии московской школы. И дети сейчас, даже при том, что таблица Менделеева висит у нас в кабинете огромная электронная, тем не менее им удобнее пользоваться на своих планшетах. И еще. Каких я жду последствий? Во-первых, нельзя не учитывать реалии того, какие у нас сейчас дети. Дети у нас все сидят в электронных носителях разных. И книжные учебники, я вот вижу, как учитель старших классов, они плохо ориентируются вот в этом мире, они лучше ориентируются в мире интернета. Маленькие дети, 5, 6, 7, 8 класс, за счет использования электронного контента, у них появляется мотивация к тому, чтобы получать эти знания и применять их на практике. Потому что печатный учебник не всегда дает такой возможности. Им понятнее, им привычнее, а если есть еще интерактивная составляющая, им будет проще, мотивация на самом деле повышается, и хотелось бы, и надеемся, что такой результат действительно будет. В рамках мероприятия состоялась демонстрация образцов электронных учебников для реализации общеобразовательных программ. А вот практические занятия. Симфонический оркестр составляет 4 основные группы инструментов, нужно их расставить. И вот как они звучат, эта группа. Деревянные духовые, ударные. А вот как звучат ударные в оркестре. И когда вы все собрали, уже целиком оркестр работает. Аналогичная вещь расставить конкретные инструменты по оркестру симфоническому. И если вы это все проделаете правильно, если неправильно, вам подскажут. Если вы все это проделаете правильно, то опять-таки зазвучит музыка. Когда департамент образования Москвы говорит, что мы действительно поднимем качество образования, мы действительно добьемся того, чтобы у нас не было слабых школ. В том числе и потому, это не только вопрос финансов, это вопрос и новых педагогических и информационных технологий. Я думаю, что вы сегодня убедились, что мы с вами на правильном пути. Ну вот сейчас все знают про электронный учебник, все знают про интерактивные доски, которые уже во многих школах есть. А вот какие еще нововведения есть или планируются в школах? Если фантазировать о том, что вообще может быть, то скорее, проводя работу вместе с коллегами по концепции современной школы, мы смотрели, что может замотивировать учащихся по разным предметам. Например, современный кабинет труда, это, может быть, таким фаблабом, лабораторией прототипирования, в котором дети вместо те же, может быть, ту же табуретку создают не там рубанком, и такими классическими, всем знакомыми нам с детства, инструментами, а проектируют на компьютере, и дальше с помощью 3D-принтеров идет создание этих новых каких-то приборов, да, ну или той же табуретки, та же мебель, они могут на этом тренироваться. Но это один из примеров, и он, в частности, о том, что одна из концепций предполагает, что через несколько десятков лет у нас все большинство вещей вокруг будет производиться под заказ. То есть вот этот стол будет покупаться не где-то в магазине, вот какой он есть, а просто вы будете при формировании, допустим, своей студии представлять, что вот нужны такие кресла, нужен такой стул, нужно еще что-то, нужен такой стол, и это будет печататься на этих 3D-принтерах, и вот под заказ там. В другом месте будет печататься еще что-то, не где-то производиться и вестись, а производиться к местам близким к потреблению. И уже сейчас, например, конечно, в школах, вот на уроках технологии, которые являются преемниками урока труда, разумно ставить такие маленькие лаборатории прототипирования, на которых дети смогут конструировать и проектировать окружающую действительность. Если брать там уроки, естественно, научного цикла, мы смотрели, что там тоже надо доносить какие-то инновации на кончиках пальцев. То есть все там в 20 веке уже там знают, что такое ДНК, это попало в учебники, но простейшие лабораторные работы по извлечению ДНК из собственного биоматериала вот на уроках сейчас начали делать, а мы хотим, чтобы это вот мы изучаем, какие там можно сделать какие-то интересные нововведения в школе. Это можно сделать более массовым, да, и дети выделяют ДНК, и они понимают, вот они наглядно видят вот сгусток своих ДНК, там могут его там на шею повесить, там еще что-то носить с собой, и это должно каким-то образом их мотивировать к изучению окружающей действительности. То есть здесь не надо замыкаться информационными технологиями. И, кстати, вот только пару примеров, которые я сейчас привел, это на самом деле те технологии, которые уже по цене доступны массовой школе. И этот ряд можно продолжать и продолжать. Но вот это, получается, эти технологии, они переводят процесс обучения совершенно в другую плоскость. То есть дети будут уже не руками что-то делать, то есть это будет окружающий мир, они будут воспринимать не осязая его, а только проектируя на компьютере как-то виртуально. Наоборот, наверное. Мы говорим о синтезе различного рода современных инструментов с окружающей действительностью. То есть только скучно говорить, скучно говорить только, допустим, о каких-то электронных учебниках, в которых можно видеть эту молекулу ДНК, и не иметь каких-то доступных инструментов, которые позволяют это ДНК выделить. Опять-таки еще одна инновация, компания «Резидент Сколковый», сейчас наш фонд ее поддерживает, она разрабатывает вот эту самую карту электронную, которая есть в Яндексе или в Гугле, туда наносятся данные детьми из района, города, страны или даже всего мира. То есть, например, дети могут на свой обычный смартфон сфотографировать, например, в один день в разных местах Земли Луну. И дальше совместно с теми преподавателями, которые ведут этот проект, посмотреть, а как вообще Луна выглядит в разных частях Земли. Вот такой вот образовательный проект. Или могут даже с помощью смартфона, там есть специальное приложение, которое может мерить силу ветра. То есть, можно выйти там где-то в поле или в городе, померить силу ветра. И дети, ну это начиная с малых лет, то есть, например, они как изучают окружающий мир? По телевидению говорят, что, допустим, сила ветра 15 метров в секунду. А это что значит? Что по всему городу дует одинаково? А нет. Когда они выйдут, в разных точках города померяют, нанесут свои данные, каждый свои данные в режиме реального времени, наносит на карту и смотрит, здесь сильнее ветер дует, здесь меньше. Можно мерить звуковую зашумленность. То есть, мы как раз говорим о том, чтобы использовать какие-то современные устройства в взаимодействии с окружающей действительностью. Не полностью отрываться. Вот электронный учебник и всё. И вот прочитал, посмотрел, какой-то виртуальный эксперимент поставил. А выходить, модернизировать тот эксперимент, который был и в наше с вами время, эксперименты по биологии, по химии, по физике, делать их более современными, более интегрированными с теми устройствами, которые сейчас есть у каждого, и которые у них было в наше время. И тем самым, может быть, повышать мотивацию учащихся к изучению естественно-научных дисциплин. Недавно в экспоцентре прошла международная выставка «Интегрированные системы России 2012 год». Это единственная в России и в странах СНГ выставка, представившая мировые новинки и последние тенденции в области аудиовизуальных высоких технологий. В рамках этой выставки особо интересным стал проект «Цифровое образование», представивший новейшее оборудование и технологические решения для образовательного сектора. Лига образования «Эпидсовет.орг» были организаторами конференции «Высокие технологии в образовании». Нам удалось поговорить с участниками конференции и задать им несколько вопросов. Сергей Викторович, скажите, пожалуйста, как новейшие информационные технологии и цифровые технологии меняют сегодня лицо школы, вуза, колледжа? Вы знаете, цифровые технологии – это стало теперь нашей новой искусственной средой, и поэтому эта искусственная среда заставляет нас, собственно говоря, быть другими. Мы сегодня возвращаемся домой, если забываем мобильный телефон. Мы сегодня вместо блокнота используем iPad и какие-то другие устройства. Выходя к доске, сегодня дети уже ищут электронный маркер, а не кусок мела, чтобы это сделать. Все вот эти технологии, которые сегодня внедряются, информационные, коммуникационные, интерактивные, аудиовизуальные, 3D-технологии, вы видите, один даже список перечислит, оказалось очень большой. Они сегодня меняют и учащихся, и преподавателей. Возникают другие коллаборации, возникает новый язык, который мы сегодня называем язык нового медиаобщения. Как вы думаете, какие именно образовательные задачи помогут решить цифровую технологию школы? Ну, в первую очередь, мы сегодня говорим о вот таких новых метакомпетенциях. Одним из этих метакомпетенций является способность учащегося извлечь информацию из больших массивов – текстовой, аудио, видеографической. Умение ее систематизировать, классифицировать, пропустить через себя и, самое главное, творчески ее переработав использовать. Вот это умение работать. Вторая компетенция, которая сегодня востребована и которую должны все цифровые технологии воспроизвести, это же, конечно, умение ориентироваться в медиапространстве, в информационном различных предметных областей. О переподготовке учителей, о проникновении высоких технологий в школу и о непрерывно меняющемся мире вокруг нас мы поговорили с Александром Сергеевичем Молчановым, директором Института компьютерных технологий МЭСИ. Скажите, пожалуйста, а что же делать? Насколько я понимаю, учителя не всегда, а зачастую и всегда не подготовлены к обрушившемуся на них благу в виде высоких технологий. Очевидно, это серьезная переподготовка или вообще другие люди? Ну, здесь нужно, во-первых, понимать, что процесс попадания высоких технологий в школу, он все-таки носит относительно системный характер. Зачастую это поставки централизованные со стороны региональных министерств, федерального министерства. Хотелось бы, чтобы компании-поставщики и также те, кто организовывает такие поставки, учитывали два основных момента. То, что массовое появление компьютерной техники в школе со временем приводит к потребности также массово ее обновлять. Зачастую средства на это не закладываются. Естественно, поставка техники должна сопровождаться повышением квалификации учителей. Нужно учитывать, что это тоже время, это ресурсы, это кадры, методики, которые должны быть заранее разработаны. К сожалению, по факту в нашем государстве получается так, что вначале попадает техника, а потом вслед учителя уже пытаются повысить свою квалификацию. На мой взгляд, это не совсем правильно. Ваши быстрые прогнозы на будущее. Что случится в ближайшем будущем в образовательных технологиях, в цифровой технологиях, в школе, в образовании? Я думаю, что в ближайшее будущее именно в технологиях будет больше уклон в сторону электронного обучения, причем с различных устройств. Мне хотелось бы учиться в то время, когда у меня такое время появляется, свободное время. Возможно, это будет в метро, возможно, это будет с мобильного телефона, возможно, это будет с планшета. Но это должно быть свободное время. Соответственно, на рынке должно появиться большое количество компаний, предоставляющих такую возможность. Скажите, пожалуйста, вот дистанционное образование сейчас внедряется во многих учебных заведениях. Такая форма, как дистанционное образование. То есть можно, не выходя из дома, учиться. Как вы считаете, будет это везде? Или все равно останутся школы и учебные заведения, в которые нужно ходить, присутствовать на уроках, присутствовать на лекциях? Или все заменит дистанционное образование? Скорее, я думаю, что если говорить о каком-то ближайшем времени, о ближайших трех-пяти годах, то, безусловно, перспективы имеют гибридные формы. Когда дистанционное обучение подключается там, где необходимо либо подключать тех детей, которые не могут посещать занятия в силу особенностей физического здоровья или по болезни, чтобы они не выпадали из учебного процесса, а оставались в нем. При этом, наверное, сейчас опять, вот это как с электронными учебниками. Все говорят дистанционное образование, дистанционное обучение, но при этом каждый понимает под этим что-то свое. Вот наиболее, на мой взгляд, интересная форма сейчас, это как раз подключение некоторых детей к реальному классу, который находится на занятии. То есть в классе, допустим, сидит там 15 детей очно, и еще несколько человек подключено дистанционно. Тогда эти дети не замыкаются, у них происходит процесс социализации, поскольку они, с одной стороны, присутствуют на реальном уроке в режиме реального времени, они слышат учителя, они слышат ответы других учеников, другие ученики слышат их ответы. И, возможно, коммуникация, так как раз, которая потом может быть в будущем, и наше общество к ней придет. То есть некоторые гибридные формы, сочетания и по работе, общения реального и виртуального. А просто собрать и дать, допустим, какой-то там дистанционный курс, учащийся и прочитал текст, ответил на тесты, ну, наверное, это полезная форма, но вопросы социализации в ней выпадают, вопросы мотивации опять остаются тогда на стороне самого учащегося. Это относительно ближайших перспектив, трех-пяти лет. О том, каким же будет вообще процесс обучения, там, через 10, 15, 20, 30 лет, здесь можно лишь только фантазировать и гадать. Здесь могут быть самые смелые фантазии, и устоит ли классноурочная система в каком-то виде, когда, как вы говорите, учащиеся приходят на занятия и присутствуют очно, и трансформируются во что-то, или же сильно уйдет в плоскость каких-то других видов деятельности, в том числе виртуальных. Я на текущий момент не знаю. Я думаю, что нам с вами предстоит пронаблюдать эти очень интересные изменения. Которые в ближайшее время уже произойдут. Ну, они происходят постоянно, но вот ощутимо что-то, если произойдет, то, я думаю, произойдет в течение нескольких десятков лет. Спасибо. На этом наша программа заканчивается. Сегодня мы говорили о инновационных технологиях в образовании. С вами была Арина Смолякова. До свидания. Всего вам доброго.